МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посылка на дом. В почтовых отделениях республики доступен широкий спектр услуг. Синяя птица объявляет кастинг и приглашает участников. Сегодня последний день подачи заявки на веселеский конкурс. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 39 человек вошли в финал конкурса главы Карачаева-Черкесии и кадровый резерв. Все они успешно защитили свои проекты. Напомним, более 100 представителей республики и других регионов боролись за право войти в состав кадрового резерва. Среди участников – государственные, муниципальные служащие, предприниматели, общественные деятели. Активная молодежь – все те, кто способен принимать участие в реализации управленческих решений для развития региона. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов поздравил финалистов конкурса. Впереди их ждет подготовка и презентация проектов, нацеленных на развитие родного региона. Уверен, здесь будет множество интересных идей, которые мы сможем применить на деле, поскольку, как отмечают эксперты конкурса, каждый участник кадрового резерва чувствует свою причастность к судьбе родной республики, переживает за ее будущее и готов направить свой интеллектуальный и творческий ресурс во благо Карачаева-Черкесии, сказал глава. Продлятся ли теплые осенние дни, узнаем прямо сейчас. Прогноз погоды. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Специалисты Республиканского консультационного центра о помощи родителям посетили вторую начальную школу у Джигуты. Какие советы дали коррекционные педагоги? Насколько нужно быть внимательным к своему ребенку? И в какой момент нужно обратиться за помощью к специалистам? Ответы на все эти вопросы узнавала Альбина Ламкова. Чтобы подготовить наш артикуляционный аппарат, каждый день перед зеркалом вы должны делать артикуляционную гимнастику. Упражнения написаны здесь у вас на листике. Екатерина Коваленко пришла с дочерью к логопеду Светлане Кречетовой. Они впервые обратились к специалисту. Начало уже положено. И конечный результат будет зависеть как от логопеда, так и от родителей. Ведь упражнения для исправления ошибок в речи нужно выполнять и дома. Нету произношения буквы «Р». Хотим, чтобы нам помогли. Узнали мы, что приезжают специалисты из средств массовой информации. Как давно у вас эта проблема с произношением буквы «Р» существует? Ну, наверное, как только она начала разговаривать, вот это вот именно «Р» у нас западает. Республиканский консультационный центр для помощи родителям работает с 2019 года. 7 тысяч услуг уже предоставлено. Надо отметить, что в этом году консультации выездны. И после карантина это вторая по счету. В первую очередь помощь оказывается родителям. Для этого специалисты учат их выходить из сложной ситуации, применяя различные методики, отметила директор Центра образования «Одиннадцать» Черкеска Елена Ляшова. Хочу поделиться нашей радостью. Мы послали документацию свою, проектную, на участие в конкурсе на 2021 год. Вот совсем недавно, позавчера, мы получили протокол, где наше учреждение прошло следующий этап, и мы становимся получателем-грантодателем. Предварительно пообщавшись с представителями отдела образования Узжигутинского района, для оказания специализированной помощи приехало шесть специалистов. Большинство из них – логопеды. Мы попросили, чтобы они приехали во вторую школу. На самом деле детей, которые нуждаются в помощи специалистов, достаточно много. И эта школа очень нуждается в логопедах. Психологи у нас, конечно же, есть в школах, но контингент детей также очень большой, и поэтому специалисты с опытом нам не повредили бы. Но еще, конечно же, мы испытываем дефицит в дефектологах. Проблемы у детей с произношением есть не только в детском саду. Во второй начальной школе Узжигутин учатся 500 человек. И у 30% школьников нарушение в произношении букв. Отсюда и сложности в усвоении учебного материала по русскому языку и чтению. Это все приводит к неуспеваемости и сопутствующим переживаниям. А чтобы не было нарушений в устной и письменной речи, этой проблемой нужно заниматься еще в дошкольном возрасте. Благоприятным периодом для развития речи является возраст 2-3 года. Именно тогда надо интересоваться, все ли хорошо у ребенка с произношением. И даже если логопед в поликлинике скажет, что развитие ребенка соответствует возрасту, все равно надо ежегодно посещать логопедический кабинет, чтобы отслеживать динамику формирования речи. Альбина Ламкова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия, Узжигутинский район. Века интернета в ногу со временем. Услуги Почты России стали удобны и доступны. В почтовых отделениях доступен широкий спектр услуг. В условиях пандемии клиенту могут доставить посылку на дом. О том, какие изменения произошли в работе почтовой связи, узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Почта России предоставляет различный спектр услуг для граждан. С помощью мобильных почтовых терминалов можно оплатить коммунальные услуги, штрафы и госпошлины. Руководство управления почтовой связи по Карачаево-Черкесии отмечает, что с развитием интернета каждый клиент может легко и доступно получить ту или иную услугу. Когда уже непосредственно при получении посылки или не при получении каких-нибудь, уже человек, уже клиент, у себя дома может в интернет нашем портале почта Russian Post зайти и сам уже полностью оформить себе и уже прийти в отделение связи и уже с готовым. Он не будет стоять ни в очереди, ничего. Он просто QR-код покажет и уже наш оператор сразу выдает им посылку. В условиях пандемии коронавируса очень востребованными стали услуги Почты России на дому. Теперь каждый житель республики может отправить посылку или письмо, не выходя из дома. То есть эта услуга не такая уж дорогая. Любой клиент посылку отправить или же посылку принять, или же он может пригласить почтальона и на дому все это оформить и все это будет выдаваться. То есть почтальон приносит все вот эти посылки на дом. У нас почтальоны как выдачей посылок точно так же они и продажей товаров могут заниматься. То есть они на дому могут прямо в онлайн режиме квитанцию выдать. Также клиенты могут воспользоваться специальной камерой хранения посылок и в удобное для себя время не ожидая очереди забрать свою посылку. Еще появилась услуга страховка дома. Посетители дают высокую оценку работе отделений почтовой связи. Я считаю, что городу Черкесску нужна наша почта. И я полностью удовлетворен сотрудниками и нашим отделениям. Потому что здесь быстро, надежно и просто легко получать свои посылки. Очень даже удобно пользоваться своей почтой России. Очень даже внимательные девочки, хорошие. И в любое время к ним можно подойти. И если даже кто-то что-то не понимает, они могут объяснить, подсказать, помочь. Все этими услугами почты жители республики пользуются достаточно активно, что позволяет многим сэкономить свое драгоценное время. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Сегодня день здоровья школьников. Во всех учебных заведениях Карачаева, Черкесии прошел специальный урок здоровья. Ученики же первой Тибердинской школы имени Крымшамхалова провели занятие на новой универсальной площадке, которая открылась в день образования республики. О новом объекте, который стал настоящим подарком для маленьких жителей у курортного города Алла Качаева. Мы играем здесь в футбол, баскетбол. Мы играем в футбол, баскетбол, волейбол. Играем с друзьями, одноклассниками. Теперь у этих и у всех неравнодушных к спорту тибердинцев появилась возможность развивать свои физические способности, оттачивать мастерство, заниматься любимым видом спорта. Такой долгожданный подарок к новому учебному году ученики Тибердинской первой школы имени Крымшамхалова получили от руководства Карачаева-Черкесии в рамках федеральной программы развития физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016-2020 годы. Юные футболисты успели проверить поле в деле. Оно соответствует всем нормам и требованиям. Здесь профессиональное покрытие, разметки, сетка на воротах, расчерченные штрафные зоны. Новая универсальная спортивная площадка размером 60 на 30 позволяет школьникам заниматься несколькими видами спорта и предназначена для проведения тренировочного процесса и спортивно-массовых мероприятий. Состояние здоровья ребенка, его физическое развитие, работоспособность и успеваемость в школе зависит от того, насколько правильно организован режим дня. А занятие спортом будет способствовать именно этому. Безусловно, весь коллектив школы рад открытию этой многофункциональной площадки. Безусловно, это и родители, и учителя. И, конечно же, больше всех рады дети, поскольку открытие этой площадки открывает очень большие возможности и для более эффективных уроков физкультуры, и для универочной деятельности, работы секций по футболу, баскетболу и волейболу. И, конечно же, мы благодарны и руководству республики в лице главы нашего Темрезова Рашида Борисбеевича, и главы нашего Карачаевского округа Динаева Алика Ачевича. Большое им спасибо за беспокойство и за такой хороший подарок к новому учебному году. А представители власти, в свою очередь, пожелали тиберзинцам новых вершин и побед. Алла Качиев, Ахмат Чучаев, Руслан Харченко, Вести Карачева, Черкесия, Тиберда. Российский боец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион Мавлет Батиров провел мастер-класс для юных борцов Абазинского района в спортивном клубе вольной борьбы «Абаза». Альбина Ланкова продолжит тему. Мавлет Батиров – дагестанский чемпион, мастер спорта по вольной борьбе. Он успешно выступал на турнирах самого высокого уровня. За годы спортивной карьеры Мавлету достоин двух высших олимпийских медалей. Также является чемпионом мира. Неоднократно поднимался на скамью победителей на первенствах России и Европы. Путь к наградам непростой. Ему предшествует в первую очередь упорный труд, говорит именитый спортсмен. Любой труд он какие-то свои плоды по-любому дает. Не бывает так, чтобы ты трудился, и чтобы какой-то результат он тебе не дал. На мастер-класс он приехал по приглашению основателя и президента клуба вольной борьбы «Абаза» Расула Чукова. И он завершил карьеру, я завершил карьеру. Несмотря на это, продолжаем поддерживать связь, общаться. У нас действительно такое радостное событие, которое связано с приездом нашего друга, брата, с которым мы вместе тренировались, выступали на соревнованиях вместе. Почти 10 лет, как Мавлет Батиров, закончил свою профессиональную спортивную карьеру. Но занятия в спортзале он не прекращает, так как они стали неотъемливой и важной частью его жизни. Люблю этот ковер, люблю ребят, которые занимаются с ними, находиться в их компании. Но не всегда получается. Как я оттуда освобождаюсь, я сразу стараюсь быть ребятами в зале, бороться с ними, толкаться. На мастер-классе показали видеоархив соревнований по вольной борьбе Мавлета Батирова. И юные борцы задавали вопросы мастеру вольной борьбы. Мавлет Батиров с большим удовольствием делился знанием и опытом. Демонстрировал коронные приемы. Я хотел показать те приемы, которые у меня в борьбе получались хорошо. Сейчас, к сожалению, условия есть, но результата мало в нашем зале. Посоветили, да, там результат как бы спад такой пошел. Ну, мне кажется, чуть-чуть условия, они чуть-чуть расслабляют. Тренировка и общение с таким известным спортсменом – большое событие для юных борцов. Особенно тех, кто планирует профессионально заниматься вольной борьбой. В дальнейшем хочется, чтобы еще приезжали такие именитые спортсмены, как Мавлет Батиров. Я равняюсь на него. В дальнейшем хочу таких же результатов, как Добиличево. Мавлет Батиров пожелал юным спортсменам при всех успехах и любых результатах в спортивной карьере оставаться воспитанными людьми. Альбина Ламкова, Заурлиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район. Наш телеканал и всероссийский конкурс талантов «Синяя птица» объявляет кастинг и приглашает детей со всей страны принять участие в творческом конкурсе. Заявки юных талантов – те, кто мечтает показать в телеэфире свой танец, игру на музыкальных инструментах, цирковой номер или удивить актерским мастерством – организаторы принимают на сайте проекта «Птица.ТВ» до 20 сентября. Участвовать в кастинге могут дети до 16 лет исключительно. Проект «Синяя птица» телеканала «Россия» помогает талантливым детям из всех регионов России сделать первые шаги в своей мечте. «Синяя птица» – место, где зажигаются новые звезды. На этом сегодня выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова